Сегодня стало понятно, что Дональд Трамп понимает под хорошей сделкой. Когда он объявил о выходе Америки из ядерного плана действий по Ирану, он пообещал предложить другой план, который Тегерану точно понравится. И вот план обнародован. Новые санкции уже не только за попытки использовать атом в военных целях. Вашингтон хочет смены иранского политического курса, причем на европейские деньги. Юлия Ольховская с подробностями. США будут продолжать изолировать Иран до тех пор, пока Исламская республика не согласится на новую сделку на условиях Вашингтона. К этому свелась суть выступления Майка Помпео. При этом госсекретарь США выдвинул ряд требований к Тегерану. Иранскому режиму придется сделать выбор. Или растрачивать свои деньги на войны за рубежом, или сохранить жизнь своей экономики. На то и другое денег у него не будет. Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Иран должен остановить распространение баллистических ракет. Иран должен прекратить оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке. Иран должен вывести все свои силы и группировки из Сирии. Если иранский режим не изменит свой курс, США введут самые серьезные в истории санкции, заявил Помпео. На вопрос, как Вашингтон собирается это делать, не нанося ущерба своим европейским союзникам, Помпео ответил предельно ясно. Европа должна присоединиться к стратегии США и отказаться от сотрудничества с Ираном. Никакого дипломатического политеса. Теперь только ультиматумы. Такой подход явно не по душе Европе. Заявления Помпео последовали после того, как европейцы устроили политический и экономический бунт против Вашингтона. Лидеры ЕС отказались поддержать решение Дональда Трампа о выходе из сделки по иранскому атому, а Еврокомиссия уже одобрила первый пакет мер, направленных на защиту компаний от санкций США. В частности, введен в действие закон, блокирующий американские ограничительные меры на территории Европы. Для компаний, сотрудничающих с Ираном, будут открыты дополнительные кредитные линии в европейских банках. Десятки французских компаний легально инвестируют в Иран, ведут в Иране законный бизнес. С точки зрения соглашения, они должны иметь возможность и впредь вести его. Мы этим займемся. Для нас это вопрос принципа. Принимаем ли мы диктат США в вопросах мировой экономики? Принимаем ли мы тот факт, что над нами будут доминировать безо всякого уважения к международным правилам игры? Ответ Европы должен быть нет. В Иране, в свою очередь, теперь требуют от европейцев гарантии. Тегеран готов продолжать соблюдать договоренности в рамках сделки по атому, если Евросоюз компенсирует ему ущерб от санкций США. Нежелание лидеров ИС идти на поводу Дональда Трампа в Исламской Республике расценили как стратегическую победу. Во внешней политике нам сопутствовал успех. Мы одержали победу над противником. Администрация США хотела изолировать Иран, но результат был противоположным. В США Трампа критикуют за то, что вышел из сделки, не предложив при этом никакой адекватной альтернативы. Требования, выдвинутые Белым домом, аналитики называют заведомо невыполнимыми. Впрочем, возможно, именно на это и рассчитывают в администрации. Сегодня Помпео напрямую заявил, народу Ирана, цитата, придется сделать выбор относительно руководства страны. За сигналами из США в эти дни наверняка внимательно следят и в Северной Корее. Вашингтон настаивает на полной денуклеаризации полуострова. Но, похоже, такой сценарий больше не устраивает Ким Чен Ина. Как сообщили представители администрации, Трамп был удивлен и возмущен заявлением, сделанным на прошлой неделе главным переговорщиком со стороны Северной Кореи. Тот утверждал, что Пхеньян никогда не будет жертвовать своим ядерным потенциалом в обмен на экономическую помощь. Если договоренности, которые Трамп сможет заключить, будут менее существенными, чем те, которых в свое время добился Барак Обама от Ирана, а не включали вывоз 97% ядерных материалов, Трампу будет трудно убедить кого-либо в том, что переговоры были успешными. Как сообщает газета, Трамп уже раздумывает, стоит ли продолжать готовиться к встрече, которая может обернуться для него политическим конфузом. Тем более, Пхеньян резко сменил риторику и не исключает возможность отмены переговоров в случае, если США и Южная Корея продолжат военные учения у северокорейских берегов.